Куплю-продажа человеческих органов, новое решение по поводу САЙГИ и мнение представителей закона о заключении браков, так скажем, на небесах. В обзоре событий недели, которые обсуждали. Сразу в нескольких регионах страны, городе Алматы, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях задержали членов преступной группы, промышлявшей торговлей органами. Черные трансплантологи искали живых доноров и людей, нуждающихся в пересадке, нотариус оформлял поддельные документы, а медработники выполняли операции. Цена одной криминальной сделки варьировалась от 6 до 10 миллионов тенге. В Министерстве экологии сообщили, что необходимость сокращения популяции САЙГИ с помощью отлова тормозят погода и рельеф, поэтому придется прибегнуть и к отстрелу. Сейчас в Казахстане уже больше 2,5 миллионов особей этих животных. Они успели нанести вред сельскому хозяйству на 12 миллиардов тенге. Численность САЙГАКа в том числе растет из-за нарушения пищевой цепочки, то есть стало мало хищников. Их роль придется взять на себя человеку. На тему религиозной церемонии бракосочетания на неделе высказался министр юстиции. По мнению чиновника, она допустима только после официальной, юридической. Это прежде всего в интересах женщин. Для того, чтобы девушки чувствовали себя защищенными, нужно в установленном порядке регистрировать свои отношения в уполномоченном органе. Вступают в брак. В основном девушки уже сознательного возраста, в 18-м, старше. И они уже должны сразу в этот момент понимать, что есть вопросы, почему человек не хочет официально кого или чего бояться или скрывать.